Съемочная группа Лиг-ТВ побывала на военных сборах учащихся старших классов школ города и района. Ежегодно в нашем районе, традиционно это в апреле месяце, проводятся пятидневные сборы с допризывной молодежью. И сюда попадают у нас учащиеся 10 класса общеобразовательных школ, затем учащиеся Лужского агропромышленного техникума, ну и те, кто проходит определенную подготовку в обществе ДСАФ. И вот на базе нашей 54 части мы постоянно проводим эти мероприятия. Хотелось бы, конечно, чтобы они проводились полнокровно, потому что пятидневные сборы, согласно приказу и министра обороны, и министра образования, они должны были проводиться или в казарме, или в лагере. Но в связи с нехваткой, так сказать, финансирования в этом плане, подразумевалось еще и разрешается в этих приказах проводить и таким вот образом, что частично занятия проводятся на базе школ, а частично занятия проводятся на базе воинских частей. Даже если кому-то было скучно на уроках ОБЖ, то от желающих пострелять из АК-74 просто не было отбоя. Из шести патронов сказали, три попало нормально для первого раза. Самое главное было пострелять, интересно. Как оружие? Такое, боевое, интересно все равно. Еще какое-нибудь оружие в руках держал? Ну, если честно, то нет. Для начала учащимся предстояло разобрать и собрать автомат. В военных сборах совершенно неожиданно активное участие приняли девушки. Приехали пострелять и поразбирать автомат. То есть у вас такой есть собственный интерес? Ну да, мы не первый год уже, в том году тоже единственные приезжали из девчонок. В этом году вот еще за нами пример повторяют. Не сказать, чтобы сборка автомата проходила на отлично, но за старательность можно точно ставить пять баллов. Вот так держи. Вставляй обратно, в газоту на трубку вверх. Нет, не переворачивай. Пазы. Толкай вперед до конца. Молодец, пружину. Сюда. В стрельбе девчонки показали, на что способны. А вот ребята из ДСААФ перед стрельбами уже прошли начальную подготовку. И на стрельбах блистали результатами. Мы представляем ДСААФ России, Лужский ДСААФ. Приехали вот сегодня на стрельбы. Скоро в армию. Так хоть хочется в армию. Рветесь, жаждете? Да, жаждем. Рвемся в армию. Почему ты вообще пошел в ДСААФ? Я? Мне предложили в инкомате, я согласился. В армию? Да. В армию готовят. В военную технику? Электромеханику там, ну все такое. Допризывную работу в ДСААФ проводит Ирина Яковлева. Много у нас мероприятий, уроки мужества. Тут проходил урок мужества последний у нас, посвященный ледовому побоищу, 240 лет. Ну много так мероприятий. Стрельбы внутри ДСААФ, они сами даже просятся. Приходят и утром, и вечером. Ребята молодцы. Сборы были организованы на стрельбище воинской части номер 5406. Огромное спасибо военнослужащим, помогавшим школьникам. Стрельбы проходят замечательно, парни молодцы. Все делают правильно, понимают с первого раза, мне что нравится. Даже иногда отсюда видно, что попадают. Военные сборы учащихся прошли результативно, планово и без эксцессов. Медики, дежурившие на стрельбах, выполняли скорее наблюдательную функцию. Мальчишки, смотрите, все живые, здоровые, веселятся как. Я смотрю, они так все хорошо это воспринимают. Так что все будет нормально. Все ребята, принявшие участие в сборах, смогли оценить свои возможности в стрельбе по мишеням, да и просто подержать в руках автомат. А организаторы постарались привлечь внимание учащихся к службе в вооруженных силах. Валерия Багаева, Евгений Лучкин, Лужские вести, ЛИКТВ.